Сначала испытывать банковскую систему на прочность начинает один из злоумышленников. Вот пытается внести на счет фальшивку, но неудача. Пробует еще, и к удивлению банкомат ее принимает. Он сразу спешит обрадовать сообщника, и приятели стали действовать уже на пару. Да так увлеклись процессом, что провозились добрых полчаса. За всеми этими подозрительными операциями наблюдал по камерам видеонаблюдения сотрудник службы безопасности банка. Он вызвал полицию. Сотрудниками полиции были задержаны двое жителей Ростовской области, которые пытались зачислить на счет банковских карт через терминалы Сбербанка России билеты Банка Приколов с целью последующего обналичивания данных денежных средств. Оба задержанных приехали в Москву на заработки. В отделе полиции мужчины рассказывают. Заведомо, казалось бы, бредовую идею наживы им подал некий знакомый и даже попросил долю за этот план. Как потом надо было с ним выйти на связь? Он должен был сам выйти на связь. И что вы за такую махинацию должны были? 50% от сделанного оборота. Приятели не скрывают. За ночь успели побывать в нескольких отделениях банка. К делу подготовились основательно. В наличии есть карты на других людей, на которых имеются пин-коды. Если бы молодые люди довели замысел до конца, то ущерб мог бы превысить 3 миллиона рублей. Это типичный билет так называемого банка приколов. На просвет не видны водяные знаки, отсутствует защитная нить и выполнен он безо всякой рельефной печати. В отличие от настоящей банкноты номиналом 5000 рублей. Пока совершенно непонятно, как банкомат принял такие купюры. Сейчас в этом разбираются специалисты. Молодые люди раскаиваются и во всем винят сложное финансовое положение. Но отвечать перед законом все равно придется. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Марсель Нургатин, Виталий Алферов и Андрей Козицкий. Петровка, 38.